Привет, YouTube Максим Густарев на связи. Сегодня у нас Photoshop. Разглаживаем складки на одежде модели без плагинов, сложных алгоритмов, регистрации и SMS. Только свеженький Photoshop и минута вашего времени. Ведь я, наконец-то, запускаю курс по фотографии. Если вам нравится моё творчество и хотите научиться всему и вся, от настройки камеры до композиции, позирования, настройки света и обработки, welcome на курс. Ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем, поехали. Важно. Складки на одежде у нас делятся на хорошие и плохие. Как нетрудно гадаться, хорошие и естественные складки мы должны сохранить, а вот замятости, потертости нам желательно удалить. Для быстрой, качественной, а главное реалистичной обработки нам понадобится с вами всего лишь два инструмента метода. Это Remove Tool, ну и, разумеется, чистоточкой. В идеале из вот такого исходника получить вот такое разглаженное платье. Давайте мы с вами удалим эти слои, они нам сейчас не нужны. Мы создаем копию всех слоев и выбираем инструмент Remove Tool. Если у вас Remove Tool нету, ребятки мои пиратики, пожалуйста, обновить свой Photoshop. Для начала давайте определимся, что нам нужно сделать. Какие складки убрать, а какие оставить. К примеру, складка на груди, она должна полностью уйти. Вот эти участки, они должны быть более гладкие, таким образом мы сформируем визуальный акцент на более важных вещах. Также залом от сложного платья тоже нам нужно убрать. Также можно убрать вот этот шов с замочком и также пробежаться по остальным замятостям. Обратите внимание, что вот такие складки мы с вами убирать не будем. Они смотрятся вполне естественно, они относительно параллельны положению наших ног и выглядят приятно. Для начала, опять же, мы работаем инструментом Remove Tool. И вы можете смело обтравливать свои замятые участки ткани, в том числе замочек. И все это дело вы можете очень аккуратненько удалить. В целом, одного инструмента Remove Tool достаточно, чтобы удалить большинство основных складок. Просто не во всех случаях он хорошо будет восстанавливать светотеневой рисунок. Если у вас есть какого рода складка, и вы, к примеру, проработаете Remove Tool, то вот эта часть может смазаться, складка может полностью уйти. А нам все-таки эту естественную замятость хочется оставить, сделать ее просто чуть более гладкой. И это мы будем делать чуть позже в частотном разложении. Сейчас мы удаляем лишь линии, более строгие замятости. В некоторых случаях может появляться не совсем реалистичная текстура. Этого тоже пугаться абсолютно не стоит, потому что эту текстуру мы с вами с легкостью восстановим с помощью частоточки. Ну и опять же, Remove Tool — это потрясающий инструмент для удаления различных пылинок, грязинок, каких-то пятен на одежде вашей модели. Опять же повторюсь, Remove Tool мы используем для удаления маленьких складок. Складок с маленьким радиусом. Это некое подобие частотного разложения работы в высоких частотах, только мы работаем на полностью сложенном цветном слое. А уже после того, как мы выполнили первую часть удаления складок, мы с вами переходим к завершению и финальному сглаживанию уже через частотное разложение. Применяем элементарный экшн, скачать, который вы можете по ссылке в описании. Бесплатно я выбираю такой радиус, при котором я не буду видеть микротекстуры замятости, но буду видеть общие складки. Ну, в данном случае я остановлюсь на радиусе 6. Частотное разложение разделяет мою картинку на две составляющие. Высокие и низкие частоты сразу активируется инструмент штамп, и я проверяю текстуры. Как видите, у нас появляются вертикальные искусственные текстуры, добавленные инструментом Remove Tool, от которых в целом можно избавиться. Издалека, опять же, если вы будете смотреть на эту картинку в стопроцентном зуме, конечно же, никаких проблем вы не увидите, но если у вас прям вот свербит от этих неправильных искусственных текстур, вы можете их пересадить со здоровых участков текстуры платья вашей модели. После того, как вы пробежались по низким частотам, мы с вами объединяем частотное разложение и начинаем работать с высокими частотами инструментом Mixer Brush Tool. Выполняя экшен, опять же, он у нас активируется автоматически. И работая инструментом Mixer Brush Tool точно так же, как при работе с лицом, мы с вами движем кисть строго по траектории нашей складки. Если складка вертикальна, то мышку движем ровно так. Я беру целевой цвет и начинаю вверх-вниз эту складку размазывать. Таким образом, она сохраняет свой вектор направленности, но при этом становится немножечко мягче. С помощью частотного разложения я также уберу вот этот светотеневой рисунок на животе. Я его смягчу. И таким образом, мы получим более плоский визуально живот. Готово. После того, как вы пробежитесь в низких частотах по всему телу, вы можете объединить группу частотного разложения вместе со слоем, в котором вы работали Remove Tool, и результирующее удаление складок у нас будет выглядеть ровно таким образом. Согласитесь, стало намного лучше. Но это еще не все. После того, как вы разгладили складки с помощью частотного разложения, неминуемо вы будете терять некоторые контрасты, которые можно с легкостью вернуть с помощью ручной прорисовки Dodge & Bird. Создавайте нейтральный серый слой, порядковый номер 808080. Накладывайте этот слой в режиме наложения Overlay, растрируйте его и выбирайте инструмент осветлитель. А далее некоторые складки вы можете визуально усилить. Делайте это там, где это действительно будет смотреться хорошо. Это должны быть мягкие, плавные, большого размера складки. Всегда обращайте внимание на то, как падает на модель свет. Вы видите свет-теневой рисунок на теле, вы понимаете, где у нас находится источник света. Относительно этого источника света вы уже начинаете разукрашивать вашу одежду. Сейчас мы прорисовали света. То же самое можно провернуть и с тенями. Нейтральный серый слой нужно наложить в режиме наложения Soft Light. Инструментом Затемнитель уже прорисовать тени. Объединяю все слои и смотрим на до-после. 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 Согласитесь, у нас получилось очень хорошо сгладить платье. На этой фотографии помимо Remove Tool и частотного разложения для разглаживания платья мы воспользуемся инструментом Liquify пластика. Дублируем слой, выделяем квадратную область вместе с моделью и открываем инструмент Liquify. Сделать это можно нажатием клавиш Shift-Command-X. Выбираем инструмент Push Left Tool и смотрим вот эта складка. Она смотрится не совсем красиво. Если мы ее уберем, то вертикальный шов должен быть более прямым. Поэтому я сразу смещаю его таким образом, чтобы он был ровненьким. Далее мы грубым методом выбираем инструмент Remove Tool и спокойненько начинаем зачищать все эти области. Опять же, не страшно то, что вы потеряете текстуру. Текстура с легкостью восстанавливается через частотное разложение. Также мне здесь не нравится слишком явная тень на этом шве, поэтому его я также через инструмент Remove Tool удалю. Сейчас основной акцент мы делаем с вами на небольшие складки. Кстати, здесь очень классно выглядит тазовая кость, которая немножечко упирает вперед, на нее облокачивается платье и создается дополнительная складка, уходящая вниз. Ее я убирать, конечно же, не буду, смотрится она здорово. Удалю замочек, он здесь не нужен. Готово. После того, как мы проработали инструмент Remove Tool, переходим к частотному разложению. Также классический размер, при котором мы не будем видеть текстуру, и начинаем работать в высоких частотах. Готово. После работы в высоких частотах приступаем к низким частотам, также инструментам Mixer Brush Tool. Здесь все намного легче, вы опять же находите основные вектора, по которым у вас складки расползаются, и именно по этим линиям вы эти складки размазываете. Таким образом вы сохраняете их объем, а микропогрешности уже размазываются. Ну и будьте аккуратны, чем больше складок меньшего размера расположены рядом друг с другом, тем меньшего радиуса вам нужно брать перо в инструменте Mixer Brush Tool для того, чтобы более гладко и сепарировано, раздельно, локально размазать эти складки. Ну и после того, как вы сделаете частотное разложение, опять же, вам никто не мешает вернуться в инструмент Remove Tool, и если вы где-то увидели какие-то новые появившиеся у вас ненужные вам складки, вы их опять же можете спокойно замазать. Готово. До, после, до, после. Опять же, как видите, свет-синевой рисунок у нас становится намного глаже. Ну а если вы обладатель лицензионного фотошопа, для вас доступна генеративная заливка, которая справляется с любыми типами складок. За несколько генераций можно добиться отличного результата, вообще не прибегая к частотному разложению. Просто небольшими областями мы заливаем грубые складки в несколько подходов, и на выходе получаем абсолютно реалистичный рисунок, который позволяет увидеть образ по-новому. Аналогичным образом вы можете разглаживать такие складки такой сложности, которые просто могут исказить саму геометрию тела вашей модели. Кстати, как я делал эту серию, вы можете посмотреть у меня на Boosty, я записал урок с подробным объяснением не только того, как я разглаживаю складки, но и то, как я накручиваю такие классненькие цвета. Очень надеюсь, вам это видео понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, мне будет ну, очень приятно. и в связи со всякими пугалками, что YouTube вроде как замедляется, на следующей неделе вообще он может накрыться, я призываю вас подписаться на мой Telegram и Boosty, если вдруг случится, что YouTube накроется, видосы я буду грузить туда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok